Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. Сегодня выпуски. Экстренные службы частично эвакуируют жителей поселка Сар-Тубе. В результате сброса из Самаркандского водохранилища резко поднялся уровень воды в реке Нура. В Майкудуке асфальт провалился прямо под автобусом. Чрезвычайное происшествие произошло в 13-м микрорайоне Майкудука. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Успешная страна – это прежде всего успешные люди. Аким в Карагандинской области Ерлан Кушанов провел заседание актива, на котором обсудили программную статью президента страны, посвященную национальному самосознанию. В реке Нура поднялся уровень воды, вследствие чего жители частично эвакуируют из поселка Сар-Тубе Бухажараусского района. Уровень воды в реке поднялся еще вечером 11 апреля. Такой показатель держался двое суток. Утром 13 апреля воды резко прибавилось, в результате чего сильно размыло автомобильную дорогу. Жители обеспокоены тем, что повторится ситуация 2015 года. Затоплена единственная дорога к населенному пункту. Жители только вчера просили Акима Коктпиктинского сельского округа раскопать дорогу экскаваторами, чтобы вода беспрепятственно ушла в степь. Но глава сельской администрации отказался это делать. Тогда жители начали рыть дороги сами, подручными средствами. За самодеятельность Аким начал угрожать арестом, а сегодня из-за бездействия село оказалось под водой. Данное видео, распространенное в сетях, явно показывает действия сартубинцев по предотвращению наводнения. Но Аким села уверенно заверил, что потопа не будет. Не прошло и суток после данного заявления, как главную дорогу затопило, и талая вода пробралась в некоторые дома. Изначально под угрозой затопления находились 15 домов. То теперь большая вода угрожает подтопить все жилые строения и хозпостройки. На данный момент производится посадка в ЖД-вагоны 98 человек, в том числе 45 детей. Также 12 апреля в связи с увеличением поступления воды на стыке двух рек Нора и Баймарза возникли угрозы подтопления в село Садовое Гагаринского сельского округа Бухаржавского района. За благовременно принятыми мерами проведены работы по отводу талых вод, берегово-укрепительные работы, укладка мишкотара, возведение земляных валов. Департамент чрезвычайных ситуаций опровергает затопление села Нуркен и Мадак и подтверждает, что у них не зарегистрирована такая информация. А дорогу села Сартубе разрыли сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций, а не вода и сельчане. Напомним, что с начала года в результате паводков в Карагандинской области погибло 5 человек. Спасатели обеспокоены тем, что это только начальные показатели. Фариза Улбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Автомобиль утонул в паводковых водах из-за размыва дороги. ЧП произошло недалеко от села Бркутэ Киргизского сельского округа Каркаралинского района. К счастью, водитель сумел выбраться из машины самостоятельно. Сейчас данный участок дороги огорожен. Проезд по нему запрещен. Эти кадры сняли очевидцы. На видео запечатлена размытая дорога от села Жанибек в сторону Еган-де-Булака. Автомобиль торчит из воды лишь на 20 сантиметров. Также на снимках видны запретные ленточки, которые должны были предупредить водителя об опасности. Как машина угодила в воду, пока неизвестно. Дело было вечером, и местные жители предполагают, что он не заметил обрыв. Были ли на месте установлены знаки, и что сейчас сделано, рассказал Аким сельского округа Бауржан Капашев. Дорогу по направлению в Еган-де-Булак действительно размыло. Автомобиль, видимо, ушел под воду вечером. Может, не успел среагировать, может, асфальт размыло. Но там знаки установлены. Дежурит патруль. В селе опаводковая ситуация под контролем. Мы заблаговременно расчистили снег вокруг домов. В целых четыре часа водитель и кондуктор 31 маршрута пытались вытащить автобус из ямы, которая образовалась на дороге. Асфальт буквально растаял и провалился. Чрезвычайное происшествие произошло в 13 микрорайоне Майкудука. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель 31 маршрута вспоминает, как угодил в огромную яму. Автобус подъезжал к остановке в 13 микрорайоне. Но неожиданно асфальт сначала просел, а затем и вовсе провалился. Вытащить машину из ямы оказалось не так-то просто. На это ушло более четырех часов. Оказалось, что именно в этом месте дорогу размыли сточные воды. Утром по маршруту ехала по дороге. Там это ходит, что одна машина стояла аварийками. Никак объезжали, отсюда никак не было. Потом вся автобус оттуда не пришла, я назад жал. Потом я так хотел проезжать, а дальше ехал. Как проехали, а вот колесо упало в яму. Год назад эту дорогу уже ремонтировали, вспоминают водители. Однако асфальт, как обычно, растаял вместе со снегом. Ямы и колдобины, так сейчас выглядит дорожное полотно. В период дождей в них собирается жижа. А затем вся эта грязь растекается по району. Страдают от этого не только пешеходы, но и общественный транспорт. Ездить невозможно. У водителей руки к концу смены. Это вы можете представить, как стиральная доска. Нужно делать. Нужно не строить магазины, которых понатыкали в каждом микрорайоне. Нужно делать дороги. Здесь невозможно. Это у нас просто налоги подним. За что мы подним налоги? За вот эти ямы. Год прошел, и уже дороги нету здесь. Некоторые автобусы вообще отказываются. Они по прямой ездят. И правильно делают. Это нам доставка, некуда деваться. Как канализацию копали, невозможно вообще было пройти. Когда стали жаловаться, вот здесь, видите, немножко положили троя, и тут все костя на костя. А вот дальше за остановкой, туда дальше вообще нету. Даже некуда наступить. Это еще сейчас ничего. А вот чуть пораньше приехали, вообще невозможно. В автобусе. В отделе ЖКХ о просевшем асфальте знают. Но пока комментировать ситуацию не спешат. Вы меня извините, я нахожусь на выездном совещании. Меня не будет сегодня. Вы меня отвлекаете. Я же нахожусь не на своем рабочем месте. Ежегодно на ремонт дорог выделяются огромные суммы денег. Правда, почему-то ремонтируют в основном центральные улицы города. До окраин деньги так и не доходят. А между тем, в этом году власти обещают отремонтировать еще 110 улиц. А.М. Амрина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Казахстан уже стоит на пути экономической модернизации. Но все эти реформы не будут иметь смысла без духовной составляющей. Об этом сказал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов на заседании актива, на котором обсуждалась программная статья главы государства «Взгляд в будущее». Модернизации общественного сознания, посвященной национальному сознанию нашего народа в 21 веке. Успешная страна – это прежде всего успешные люди. На заседании, посвященном обсуждению программной статьи главы государства, Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов выразил уверенность в том, что среди 100 новых имен Казахстана будет немало карагандинцев. На собрании присутствовали ветераны, депутаты, руководители государственных органов, представители творческой интеллигенции, бизнеса, НПО, политических партий, средств массовой информации. Одним из пунктов программной статьи – переход Казахстана на латиницу. Глава региона заявил, что это решение ускорит вхождение республики в общемировой процесс. Более того, лучший мировой опыт, вложенный в учебники ведущих вузов мира, будет изложен на казахском языке, а богатые духовные наследия нашего народа будет переоценено с учетом реалий меняющегося мира. К этим реформам, в первую очередь, должны быть готовы наши школы и вузы. Также глава региона отметил, что особое значение в своей статье президент уделяет заботе о малой родине. «Через заботу о месте, где человек родился, мы придем к воспитанию настоящего патриотизма», заявил Ерлан Кушанов. Это мнение целиком и полностью поддержал председатель областного течено-ингушского этнокультурного объединения «Войнах» Увайс Джанаев. В статьях главы государства определила главные ориентиры – развивать родную культуру, язык казахского народа, сохраняя сформированные традиции и духовные ценности. Ведь казахская духовная культура – это мощная идеология. Именно ее возрождение поможет сохранить нашу идентичность, наше единство, станет мощным барьером религиозному экстремизму, сепаратизму и новым формам мировой революции. Уважаемые карагандинцы, я – чеченец по национальности, в войнах, родился и вырос в Казахстане. Традиции гор у меня в крови, в моих генах, а традиции казахского народа – в моем сознании и в моем сердце. На заседании также выступили представители творческой интеллигенции, научные работники, депутаты. Все они говорили о своевременности статьи президента. В завершении встречи Акимобласти Ерлан Кушанов дал поручение в ближайшее время донести до каждого жителя области сущность этого важного программного документа. За столь короткое время полностью осознать это сложно. Поэтому я хотел бы попросить коллег, руководителей, которые здесь находятся, у себя в коллективах с коллегами, соратниками, также обсудить на местах эту статью. Нур-Отан, я думаю, должен наш подключиться. Андрей Тенулжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В рамках проекта «Новое гуманитарное знание» президент Казахстана Нурсултан Азарбаев поручил перевести на казахский язык 100 лучших учебников мира. Как говорится в программной статье главы государства, реализация проекта позволит создать условия для полноценного образования студентов по многим общественным наукам. Еще одним важным проектом является поэтапный переход казахского языка на латиницу. О предстоящих изменениях свое мнение высказали ученые Карагандинского государственного университета имени Букетова. История графики казахского языка имеет глубокие корни. В 1929 году уже в Советской Республике было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита. Он официально использовался с 1929 по 1940 годы, после чего был заменен кириллицей. Сегодня переход казахского языка на латинский алфавит – это одна из задач, поставленных президентом страны. Что нам даст латинский алфавит? Латинский алфавит мы принимаем как письмо, которое объединит весь тюркский народ. Нам будет легче, если казахские буквы будут написаны на латинском. Особенно легче будет изучать казахский язык для других национальностей. По мнению политологов, переход на латинскую графику имеет большое значение для мировой интеграции. Можно сказать, что мы 25 лет ждали эту идею, которую рассказал наш глава государства. Чтобы быть государством, нужно знать свои корни, свою историю. Без этого ни одно государство не сможет дальше развиваться. Если мы хотим быть вечным государством, то для нас этот переход будет важным событием. До конца нынешнего года с помощью ученых и широкой общественности будет принят единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. А со следующего года начнется подготовка кадров для преподавания нового алфавита и подготовка учебников для средней школы. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Дело Юрия Пака не пересмотрят. Суд отказал осужденному учителю физики в возобновлении производства по уголовному делу. Такое решение суд обосновал нарушениями, которые выявили прокуроры в ходе исследования результатов фоноскопической экспертизы ростовских специалистов. В процессе участвовал и сам Юрий Пак, который вышел на связь через интернет. Веселый, улыбчивый, но с грустными глазами. Таким Юрия Пака запомнили родственники, друзья, коллеги и ученики, пришедшие в суд. Целый час они имели возможность поговорить с осужденным через скайп. Такое маленькое чудо массового свидания вселило уверенность и надежду в его близких. Юрий Пак рассказал о своей жизни за колючей проволокой. Педагог не скрывал, что обзавелся в колонии друзьями и чувствует их поддержку. Они называют его в шутку «учитель в законе». Но на этом приятные новости для семьи осужденного закончились. Ходатайство адвоката о новом расследовании прокурор не поддержал. Судебная коллегия также отказала Паку в проведении нового расследования и отмене уже вынесенных актов. Судебная коллегия остановила ходатайство адвоката Кима о возобновлении по внутренним обстоятельствам производства по уголовному делу в отношении Пака Юрия Дмитриевича, осужденного приговором Казбеквистского районного суда города Караганды, 3 октября 2016 года оставить без удовлетворения. Остановление может быть обжаловано протестованно в Верховный суд Республики Казахстан в течение 15 суток со дня его внесения через Карагандинский областной суд. Отказ был мотивирован нарушениями в оформлении результатов голосовой экспертизы, сделанной в Ростове, и другими причинами. Однако защитник Пака и его супруга не отчаялись. Они заявили о намерении идти до конца и пояснили, что будут обжаловать решение в касационной инстанции. Кроме того, они намерены провести очередную независимую фоноскопическую экспертизу уже в Москве. АПАК будет писать прошение о замене неотбытого срока наказания на штраф. Напомним, в октябре прошлого года суд приговорил учителя физики за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. А.М. Амрина, Исламбекуспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Судьи раскрывают все свои тайны. Карагандинский суд выдал ответчику видеозапись коллегиальных обсуждений. Один из участников судебного процесса Елена Севрина утверждает, что на записи доказательства плохой работы судей. Все подробности в материале Фаризы Аубаевой. Это та самая видеозапись, камер наблюдения, которую получила Елена Севрина. В целом ничего необычного. Доводы сторон, премии, а затем судебная коллегия приступила к совещанию. Вот здесь-то и произошло самое интересное. По мнению Елены, судьи обсуждали не процесс, а личные проблемы. Вопросы вообще не обсуждались для разрешения отдела. Вопросы председательства вообще не ставились. Голосования не было. Судьи в совещательной комнате только говорили про секретарей. Кроме этого, один из судей только сказал. Да, правильно, причем здесь прокуратура? Зачем они вообще сюда полезли? Не более обсуждений не было. Это подвальное помещение и стало предметом судебного разбирательства. Жители девятиэтажки подали в суд на Елену Севрину. Требование одно. Предприниматель должна вернуть помещения, которые она занимает в настоящее время. Якобы они были приватизированы неправильно. Состоялось уже два судебных заседания. И оба раза суд отказывался сам в рассмотрении дела. Но подключилась прокуратура и управляющая коммунальная компания. В третий раз иск рассматривает уже судебная коллегия. И на этот раз Елена проигрывает процесс. По ее словам, на видеозаписи есть доказательства того, что решение суда было приготовлено заранее. Раз так уж довелось, что увидеть тайну совещательной комнаты, там видно из аудио-видеопротокола, суди, когда совещаясь в совещательной комнате, они составляют свое постановление результивной части, которая могут и в письменном видео, письменно составляет его, и состав суда, трое судей, все его подписывают. Ничего этого нет. То есть, кто и как принял решение, это неизвестно. Своего мнения по поводу этого инцидента придерживаются судьи. По их словам, никакого нарушения тайны совещательной комнаты не было. А была остановка видео на четыре минуты. И этого времени хватило для вынесения решения. И если вы обратите внимание, то в 16.20 идет то, что судья удаляется в совещательную комнату. То есть, судья выключила запись, и суд приступил к обсуждению. Включилась запись в 16.24. Это мы сделали скриншот непосредственно. Ну, в принципе, это видно и по записи. Ответчица говорит о том, что вот не обсуждалось. И, наверное, судьи сейчас и не имеют права даже говорить, что было там в этой совещательной комнате, какие прозвучали мнения. У нас есть результат. Коллегиально подписанное решение суда, которому вынесено конкретное решение по делу. Как водится, в таких ситуациях каждая из сторон настаивает на своей правоте. Предприниматель Елена считает, что поймала судей за нечистоплотность. И судья же считают, что сама Елена вводит журналистов в заблуждение. Далее дело будет обжаловано и рассмотрено в Верховном суде. Фариза Улбаева, Жахсулх Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 60 миллионов тенге. Именно столько на сегодняшний день должны алименщики своим детям. Это данные по всей Карагандинской области. Теперь за неуплату алиментов и должников начнут лишать водительских прав. Такие данные были озвучены в прокуратуре Октябрьского района города Караганды. На сегодняшний день у судебных исполнителей находится более трех тысяч дел по алиментам. Общая сумма задолженности составляет около 60 миллионов тенге. Из указанного количества 33 миллиона тенге были возвращены. Нами подготовлены ряд писем в части оказания помощи. В прокуратуре заявили, что принимаются всевозможные меры в отношении должников. Например, проводятся работы с сотрудниками миграционной полиции по установлению фактического местонахождения должников. А совместно с административной полицией принимаются меры по лишению должников водительского удостоверения. И последнее. Боевая ничья. Со счетом 3-3 завершился футбольный матч между клубами «Шахтер» и «Атрау». Наставник карагандинских футболистов заявил после игры, что борьба была бескомпромиссная. С самого начала игры карагандинцы заставили «Атрауских» футболистов прижаться к своим воротам. Счет был открыт на 11-й минуте матча. После длинной передачи от Штефана Зошака гол забил Дауренбек Тажембетов. Хозяева поля ответили опасным розыгрышем углового, но голкипер Горняков снял угрозу. На 28-й минуте «Атрау» атаковал по левому флангу. Молодой полузащитник «Хозяев» выдал передачу на Шавката Соломова. Узбекистанский полузащитник сравнял счет 1-1. А ровно через две минуты Горняки снова вышли вперед. Сначала поворотом «Хозяев» пробил Олесио Аллегрия. И мяч, попав во вратаря, отскочил к Ренату Хайрулину, который уже не упустил шанса забить второй гол. Вторая половина игры началась спокойно, но с середины второго тайма начался зрелищный футбол. На 77-й минуте «Атрау» заработал стандартное положение, которое было разыграно навесом в штрафную площадку Горняков. В итоге в воротах Горняков оказался второй мяч. 2-2. Через 6 минут «Хозяева поля» получили право исполнить угловой, который в итоге вылился в гол. 3-2. В добавленное время вышедший на замену Орал Хану Мертаев точным ударом поразил ворота соперника. Молодой нападающий «Шахтера» установил на табло окончательный результат. Ничья 3-3. Комментируя матч, наставник «Шахтера» заявил, что игра была бескомпромиссная. «Повели в счете, могли забить еще, укрепить. Но два голоса стандартов пропускать нельзя. Пропустили два со стандартов, пропустили еще. Естественно, благодарен игрокам, что они не опустили руки и бились до конца. В конце концов, взяли очко. Но результатом, естественно, недоволен. По игре должны были выигрывать игру. Тяжелое положение в команде. У нас турнирное положение в команде. Поэтому здесь остается только восстанавливать ребят. Следующая игра не за горами». Следующий матч «Карагандинский шахтер» проведет на своем поле, которым на время стал Тимиртауский стадион «Металлург». 16 апреля горняки будут принимать футбольный клуб «Табол» из Кустаная. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Тимофеев, Ф высококтабол.